Добрый день, уважаемые коллеги. Моя тема особенности детской эндоскопии, я выбрала эту тему, так как мало уделяют детской эндоскопии. Особенности детской эндоскопии связаны с анатомно-физиологическими особенностями детского организма относительно малыми размерами исследования органов, повышенной родимостью и склонностью к отеку и воспалением слизистых оболочек, характерны для детей эмоциональной возбудивностью и негативным отношением к диагностическим и лечебным манипуляциям, что требует передастатии психоэмоциональной подготовки ребенка, анестезии, особых навыков и квалификации специалистов. В практике мы используем аппараты фирмы Олимпус Пентакс, диаметром 4,9-8,9,1 мм для разных возрастных групп. У нас в отделении проводят следующее исследование. Эндоскопия верхних, отделов желудочно-кишечного травм, а также нижних, отделов и эндоскопия дыхательных путей. У нас в отделении с помощью ПКДС можно диагностировать наличие и отсутствие врожденных и приобретенных патологических изменений пищевода желудка, 12-перстной кишки, начальных отделов дочек кишки, получить материал для морфологического исследования, оценить динамику процесса. В практике мы широко используем лечебные ПКДС на ГИИКа. Использование хромоскопии позволяет определить различные типы воспаления слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ. Взятие биопсии слизистой позволяет уточнить диагноз при воспалении врожденной патологии у детей. Также мы проводим эзофагастроскопию, удаление полипов и других оболитных образований пищевода желудка и 12-перстной кишки. Полипы пищевода и желудка встречаются чаще всего у детей старше 7 лет, 72%, преимущественно у мальчиков 67,8%. При проведении поликтомии используются электроколекционные петли фирмы Олимпус и Эндорстар МТВ. Также часто обнаруживаются стенозы пищевода. У 5,7% в обследовании детей мы диагностировали рубцовые стенозы пищевода. Врожденные примерно составляют 10-15%, приобретенные составляют до 85%. У 91,7% пациентов выполнялось этапное бужирование. При бужировании в нашем отделении используются как баллоны дилетатора Олимпус и Эндорстарс, так и буши из плодышки фирмы выдаватель ЦВД. Данный момент требует от 1 до 4 сеансов для пациента и позволяет восстановить просвет пищевода во всех случаях, резко сократить сроки пребывания в стационаре. На данном слайде видно, как проходит бужирование, как по нити, так и по остальной стороне направителя. Также часто у нас в детской эндоскопии появляются инородные тела верхних отделов ЖКТ. За последние 3 года было удалено более тысячи инородных тел, монеты, части детских игрушек, булавки, магниты, батарейки, чайные ложки, декоративные камни и мелкие предметы бюджетерии. Удаляются все инородные тела независимо от возраста, под общим наркозом, разнообразными инструментами, такими как корзинный зуб, корзина тормя, петля сачок. Также используется саблогастродоскопия склерозирования варикозно-расширенных вен пищевода, обнаруженные у 7,1% в обследованных детей. При выполнении эндоскопического интервентационного склерозирования у детей отмечалось уменьшение степени варикоза до первой степени. Обкалывание вен пищевода проводится одноразовым инжектором фирмы Индостарский, раствором и варикозисклерозом от 0,5% до 3% в зависимости от возраста и степени расширения вен. Также эндоскопия нижних отделов ЖКТ производится у детей всех возрастных групп под общим наркозом, лежа на спине. Кулоноскопия, располагающая приспособлениями для выполнения биопсии и удаления различных патологических новообразований, является методом, уточняющий диагностики заболеваний всей толстой кишки от слепой до прямой. В отделении эндоскопической хирургии ежегодно проводится свыше 300 видеокулоноскопий. В практике мы используем аппараты фирмы Олимпус Фуджином 511 мм. Также проводим ректосигмоскопия. Это осмотр прямой кишки и дистальных отделов сигмовидной кишки с помощью ректа Романа Скоба. Эдоскопическая техника и опыт врачей позволяют выполнять бронхоскопию без наркоза у детей старших возрастных групп. На фотографии мы видим, как проводится биопсия, удаление полипов. Немногие знают, что бронхоскопию проводят в новорожденном и недоношенном тече. Причиной чаще всего являются какие-либо дыхательные расстройства, вызванные дыханием околоходных вод и атерептазом доли легкого. Почти во всех случаях бронхоскопию детям до 5 лет выполняют под наркозом. После 5 лет жизни под местной анестезией с 2% раствором литокаина. Ежегодно в отделении эндоскопической хирургии выполняется свыше 1000 бронхоскопий. Из них около 70% это лечебные манипуляции. В практике мы используем аппараты фирмы ОЛИС и СПЕНТАКС. Показания фибоброфоскопии. Это бронхоскопия, это литазы, неясные теологии, хронические обструктивные и наглоительные заболевания легких, кровохаркание и легочное кровотечение, инородные тела, ТБД, грибковые поражения, трахиопархиального дерева, трахиопищеводные и бронхиальные свищи, порожденные аномалии, ожоги, опухоли, стенострахеи и муковисцитоз. Важной составной частью диагностической бронхоскопии является биопсия, прямая биопсия, браж-биопсия, прицельная биопсия, браж-биопсия, периферических образований, парензологического контроля, диагностический альвеолярный лаваж. Также на снимке видим, что там все инструменты проходят у нас через ТСО, лечебная фибромхоскопия, так как в развитии хронического воспаления бронха важнейшую роль играет нарушение и дренажные функции, то именно во время бронхоскопии, удаляя гнойное содержимое из бронхиального дерева, можно одновременно добиться улучшения бронхиальной проходимости, провести противовоспалительную терапию, воздействие на микрофлору бронха, а также на общий местный мутет. Курс лечебных ФБС пациенту проводится от 3 до 5. Ведение проводят с помощью вольчатого инъектора в шпору воспалительного бронха через день или введение в санационного раствора через канал эндоскопа. Берутся смылы на чувствительность к антибиотикам, ПЦР, ПАКТЭП, нацитология. На снимке видно, как укалывают вольчатым инъектором в ручку бронха. Таким образом, сотрудниками нашего эндоскопического отделения оказывается плановая диагностическая лечебная помощь, круглосуточная экстренная помощь. Также мы осуществляем плановые консультивные выезды в районы края, целью которой является осмотр детей в тем районах, где отсутствует детская эндоскопия. Больше всего в отделении за год выполняется цепа гастроскопии. Всего в 2018 году было пролечено в нашем стационаре 25 800 детей. Из них проведены диагностические ЭКГДС 3847, ФБС 1505 с патологией ТГД и 351 колоноскопия. В 2018 году в кабинете на базе поликлиники осматривались дети из других медицинских организаций города Краснодара как консультативный прием. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Ну вот и закончилась наша научная программа сегодняшнего дня. Я признательна и благодарна всем выступающим.